Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Шустро чешет Лиза, не отставай Ага Ой, ой, черт Тихо, 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 тихо Оп, жива? Еще вроде Он ушел с радара Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, мы с Егором тебя поздравляем. Нифига себе, с какого перепугу? Егор, прекрати, а. В общем, с днем рождения. Спасибо. Ребят, ну что, все. На сегодня урок окончен. Всем спасибо. Паш, у меня два билета на мюзикл сегодня вечером. Может, сходим, а? Сможешь? Конечно, смогу. Спасибо. Варь, ты же мне обещала. Передумала. А со мной так нельзя. Убью, гада! Тебе это дорого обойдется, Тарасов. Я не ожидала, что ты так Климу делаешь. Ладно, он совсем драться не умеет. А ты где научился? В детдоме. Пришлось научиться. Понятно. Ну ладно, мне пора на тренировку. Да, давай. До вечера. Не опаздывай. Хорошо. Заметно. А вот это вот что такое? Боже, и это неправильно, а? Клим, ну... Нет, все. Мое терпение лопнуло. Это наше с тобой последнее занятие. Ясно? Ну, Ольга Юрьевна. Держи, а вот это вот вернешь матери. Я вообще не понимаю, зачем ты ко мне приходишь? Ты же не хочешь заниматься. Ольга Юрьевна, неужели вы не понимаете, что мне не нужна химия? Не нужны вы. Волков! Волков, ты что, с ума сошла? Ну-ка, отпусти! Отпусти меня немедленно! Волков! Да что ж ты делаешь? Волков! Клим? Волков! Убирайся немедленно отсюда. Простите, Ольга Юрьевна, простите, я не хотел. Убирайся, немедленно сказала! Ария Николаевна, вызывали? Проходите, присаживайтесь. Эх, Ольга Юрьевна, чуяло мое сердце-то, не доведет вас до добра это ваше репетиторство. Вы у нас уже год как в разводе? Я не понимаю, к чему это? Сейчас сюда придет мать Клима Волкова. Так. И она утверждает, что вместо того, чтобы проводить занятия, вы пытались собратить ее ребенка. Вы сами-то в это верите? А что мне остается делать-то? Ведь у Клима на руках медицинское заключение. В нем зафиксированы побои. И, между прочим, если все это подтвердится, об опекунстве над Павлом Тарасовым вам придется позабыть. Бред какой-то. Ну, в лучшем случае, пойдете по 133 статье. Чаю хотите? Взрыв в средней школе. Есть жертвы. Необходимо вмешательство управления особой следственной аналитики. Значит, так, Игнат, примерно час назад в средней школе в кабинете по химии произошел взрыв. Есть жертвы. В это время в актовом зале шел вечерний концерт. Бери Романову, а уж, кстати, Анализа, поезжайте в школу. Уже едем, Алексей Алексеевич? Двое погибших. Ученик девятого класса Клим Волков и Батыр Закиров, школьный дворник. Гражданин Узбекистана, регистрации в Москве нет. Девушка Варя Троицкая доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Волков и Закиров находились в эпицентре взрыва, а аварию отнесло взрывной волной в коридор. А что делал школьный дворник в кабинете по химии? Оп-ля-ля. Что там у тебя? Закиров в прошлом химик-исследователь. До развала Союза работал в Ташкенте в НИИ нехимических технологий. Басиндиски с это. Будешь? Тебе? Я, да. Давай. Да уж, после пожарных здесь все улики подмочены. Ага. Опа. Чего там? Похоже, что взрывное устройство было сдетонировано дистанционно с мобильного телефона. Ага. Сим-карта кое-как уцелела. Может, болту удастся что-нибудь из нее достать. Подожди. То есть детонация взрывчатых веществ осуществлялась путем звонка на мобильный? Ну да. А почему тогда мобильный не разнесло вместе с этой симкой? Лиза. При взрыве в эпицентре образуется область вакуума. Ага. Спасибо за ликбез. Смотри, планшет чей-то. Да. Ему тоже не повезло. Еще у меня. Нет. Ну, все правильно. Да, Алексей Алексеевич. Ну, в общем, взрывчатым веществом послужил обычный черный порох, а оболочкой для него цилиндр от глушителя, машина «Москвич-2141». Мартышкин труд. Да нет, я о том, что теоретически взрывное устройство в школу могли принести 382 ученика. Оно влезло бы в любой школьный рюкзак. Александр, обесплатный совет. Посмотри запись в камерном наблюдении из кабинета химии. Да ладно. Я что, похожа на идиотку? Не провоцируй меня. Хорошо, Василий. Я тебе медь за Новый год. Хорошо. Помни мою доброту. Нет там никакой камеры. Давно бы проверила. Кроме камеры в холле, есть три камеры по периметру школы и камеры у кабинета директора на третьем этаже. Вась, ну делом займись, а? Я вообще-то здесь тружусь как оса. Конечно. Я сравнил список учителей и родителей со списком владельцев «Москвичей-2141». Ну и? Ну и? Вот, обрати внимание. Среди прочих, Ариадна Николаевна Корстова. Директор школы. Сдала свою «Москвичу» по программе утилизации. Ну, вернее, за нее сдал. По ей доверенности. Погибший дворник Батыр Закиров. Ну, это уже интересно. Отдай. Да, не так я себе представляла жилища кастарбайтера. Они разные бывают. Директори, сэр? Похоже. Так-так-так-так. Так-так-так-так. На микроволновке и на инвентарный номер. Ну, ноутбуки тоже. Директориса подымнула. Заботливая какая. То есть вы, Ольга Юрьевна, утверждаете, что не имеете никакого понятия, как взрывное устройство могло оказаться у вас в шкафчике? Абсолютно никакого. В школе меня не было три дня. Меня отстранили от работы на некоторое время из-за этой нелепой ситуации с Волковым. Я же вам все уже рассказывала. Но ключи от шкафчика были только у вас. И что? Да этот замок пальцем открывается. Ну что ж, в таком случае заполните и подпишитесь. А что это? Подписка о невыезде. Простите, а на каком основании? На том основании, что орудие преступления было обнаружено у вас в шкафчике. Прошу. Веселимся. Да что, нет, Алексей Алексеевич. Я, например, проверила. Закиров пытался подать заявку на регистрацию в Академию наук. Вот. Специалистам, я думаю, будет любопытно полистать его разработки. Да что там с заявкой? Ну, отказали, конечно. Во-первых, Закиров гражданин другой страны. Во-вторых, у него не было заключений экспертной комиссии. Ну, а в-третьих, они тупо не приняли его всерьез, наверное. А если у Закирова это был последний шанс вырваться из бедности, заявить о себе? Ну, он был уважаемый человек в Узбекистане, а здесь какой-то дворник школьный двор метет. Вот он и взорвал себя. А ученики, они, 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 они случайно там оказались. Алексей Алексеевич, когда вы его уже уволите? Ну, согласись, взрыв это очень странный способ самоубийства. То, что ты рассказал, больше похоже на туристический акт. А дворник Закиров, как долго у вас работал? Три года, два месяца. А что вы можете о нем рассказать? Ну, как работник он меня вполне устраивал, а больше-то я ничего не могу сказать. Мы же едва знакомы были. Какая у вас чудесная шаль. Подарок с Востока? Ошибаетесь. На рынке купил, на вещевом. За пятьсот рублей. Угу. А вы не знали, что Закиров работал химиком-исследователем в Узбекистане? И что в последнее время он работал над открытием, которое хотел назвать вашу честь. И что на его столе стояла ваша фотография. Ну, хорошо. У нас с Батыром был роман. Я все скрывала. Я не могла иначе. У меня же взрослые дети. Внуки. Ну, что бы они подумали, что сдурела на старости лет. Шашню с дворником закрутила. Покажите, а вот вам много раз в жизни мужчины цветы дарили? Я не считала. Наверное, много. Вы счастливые. А мне вот мой покойный муж, царство ему небесное, подарил цветы два раза. День свадьбы и на следующий год. На восьмой марта. А Батыр не такой? Нет. Батыр, он так красиво ухаживал. И цветы, и конфеты каждую неделю. А чем я вам все это говорю? Конечно. Конечно, я знала, что он работал не химтехнологией. И что, когда развалился союз, когда его институт закрыли, у него же остались идеи, наработки, которые он хотел осуществить. И вы решили предоставить ему школьную лабораторию для исследований. Да. Он же бредил этим своим открытием. Ариадний. На номер соответствующей симке, найденной в классе, был совершен один единственный звонок Василии. Звонок совершен в 19.12.05 секунд. Так, время соответствует времени взрыва. Андрей Вась, а звонили на нее вот с этого номера. 19.12.02 секунды. Номера не авторизированы. Ну, ясен пень, кто же будет светиться. Так, три секунды, время необходимо для соединения. Надо отследить маршрутизацию звонка. Сеанс окончен. Ну, ладно. Так. Увеличь масштаб. Погоди ты. Есть. Звонок на взрывное устройство поступил из актового зала. Убийца сидел в зале, мы можем определить его местонахождение в диаметре до пяти метров. Ну, все, нужно выяснить, кто где сидел и куда перемещался. Да почти нереально, это же дети. Ну, Вася, у нас есть видеосъемка концерта, родители снимали и плюс показания свидетелей. Ну, удачи тебе, ты будешь это делать лет пять. Нам нужна Матильда. Сашенька. Вот, господи, Михаил Филиппович, так можно заикой стать. Паншет я восстановил. Он отлично работает, но, правда, без звука. Железяка бессловесная. Кстати, принадлежал он Климу Волкову и на момент взрыва он был включен на запись. Спасибо, Михаил Филиппович. Сейчас Собакин к вам забежит. Вася, наметнись кабанчиком, ну. Пожалуйста. Все, сухомятничаешь. Желудок ты себе испортишь. А че Пашку-то не зовешь? Паш! Иди, я твои булочки любимые с малиной купила. Могу. Спасибо. У вас что-то случилось? Ничего. Ничего, Пашенька. Все у нас будет хорошо. Прихлебала. Алексей Алексеевич, в ноутбуке Клима нашла интересную переписку с некой шиншиллой. Она назначила ему встречу в классе в 19 часов. А взрыв произошел. 19-12. Личность шиншиллы установили? Нет. Сообщения были отправлены из кафешки неподалеку от школы. А там открытая зона вай-фай сети. Ну и там все бывают учителя, ученики. Так что, слушайте, а может быть шиншилла это Варя? Ну, Варя сама чуть не погибла при взрыве. Я от Болтова. Держи. Запускай программу распознавания по губам. Варька, Тихоня, ну ты даешь. Ну давай, показывай, на что ты способна. Отвали от меня чмо. Волков, ты гад и подлец. И если ты сегодня же не признаешься Ариадне, что оклеветал Ольгу, Варька, это что, это ролевая игра? Ну давай, поиграем. Отстань, отстань. Помогите. А, оставь в покое девчонку. Закрой дверь, баран. Ну зато теперь понятно, что там делал Закиров. Он услышал крики, прибежал на помощь. Получается, он спас Варю ценой собственной жизни. Ни самоубийство, ни террористический акт. Варя не шиншилла, шиншилла не Варя. Что вообще там делала Варя? Ну не знаю, может она увидела, как Клим выходит из актового зала, пошла за ним разобраться в отношениях. Ну по поводу Ольги. Вызывайте Новикову, я в Матильду. Ваш запрос, пожалуйста. Проанализирую свидетельские показания, данные о перемещении всех мобильных устройств, фото и видеоматериалы, сделанные во время концерта. Нужно составить карту перемещения всех людей по школе в момент взрыва. Запрос принят. Все данные в оперативный зал. Выполняю. Алексей Алексеевич, я получила результаты психо-фингвистической экспертизы. Все сообщения шиншилла писал мужчина. И даже не мужчина, а подросток. Спасибо. Красным выделена зона, с которой был осуществлен звонок на взрывное устройство. Матильда сделала выборку из 118 человек. Саш, покажи мне схему расположения зрителей в 19-12. Вот, синие квадратики, это места, занятые учениками, желтые свободные места. В каждом синем квадратики фамилия ученика. Эта схема менялась каким-то образом до 19-12? Вот, в 18-56 из актового зала выходит Клим Волков. Ну, правильно. Он пошел навстречу шиншилой. Вот, еще, 18-58. Из зала выходит Варя Троицкая. Ну, значит, все-таки Варя. Значит, все-таки не Варя. Кто что выходил? 19-10. Павел Тарасов. Тоже 9-й Б? Да. Причем при опросе свидетелей он утверждал, что незадолго до взрыва он выходил в туалет. Ну, что ж, я думаю, полчаса нам хватит. Следующих можете приводить минут через 35. Хорошо. А тех, кто не проявит должное уважение к молодому специалисту-лингвисту утром с родителями, прошу ко мне на ковер. Спасибо. Офигенная блондинка. А я бы с такой... У меня блондинки параллельны. Мне брюнетки нравятся. Отличная тема, мальчики. Вы вдвоем пишете сочинение на тему «Кто лучше, блондинка или брюнетка?» А все остальные пишут короткое эссе на тему «Что меня волнует сегодня?» А про кого в дюйте можно? Ну, если ничто так больше не цепляет, тогда да, можно. Паш, ты свитер не видел, мой теплый? Ты куда это собрался? Ты что, упал? На мать смотреть страшно. Ее мусора по полной прессуют. Мотать пора, братан, мотать. Понял? Нет. Так дело не пойдет. И так сейчас плохо. А еще если ты свалишь, так это вообще край будет. Мне надо бежать. Я решил. Ничего, пока Алексей Алексеевич посмотрела, каждого буквально. Ну вот, например, Никита Поспелов. За мгновение до взрыва. Лицо абсолютно спокойное. Даже вялое. Глаза тусклые. А вот он сразу после взрыва. Посмотрите. Искренний испуг. И скольких учащихся вы подвергли мимическому анализу? 83 каждого, кто попал в объектив камеры. Остальные были вне зоны. Так. В момент взрыва за окном было темно, а в зале горел свет. Нужен видеоинженер. Спасибо. 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 Егор, что это такое? Зачем это? Неужели ты думаешь, что я могла с Климом? Там в комментах пишут, что тот учитель тоже был невиновен. Но ты не переживай, тебе есть кому защитить. Так что давай хвост пистолетом, а то скисло, сникло все. Чего я не вижу. Все у меня хорошо, защитник ты мой. Да как же хорошо. Он пиццу купил, у нас нормальной человеческой еды. И не сказал, что я сухомячу. Кстати, что искала? Да хотела ключа от квартиры Пашиных родителей найти. Думал, может он там. То совсем пропал, на звонки не отвечает. Ну ладно, что ты из него запазочника делаешь? Найдется. Мам! Мам! Что? Та-дан! Ключи нашел. В сумке в маленьком кармане ты не заметила. Проанализируй сочинение, написанное учащимися для Романовой. Сравни их с перепиской Шиншиллы и Клима Волкова в социальной сети. Определи, кто выходил в сеть под ником Шиншилла. Запрос принят. Получен результат. В сеть под ником Шиншилла выходил Павел Тарасов. Девятый Б. Сеанс закончен. Удачного дня. Благодарю. И тебе тоже. Лиза, выезжайте в квартиру учительницы химии. Видимо, ее подопечный Павел заманил в лабораторию Клима Волкова. Странно. Сигнал мобильного Паши пропал в больнице в 17.32. Это больница, где лежит Варя Троицкая. Чего он там делал? К ней никого не пускают. Может, телефон разрядился? Да ладно! Ты что, молодежь не знаешь? Для них три часа без мобильного телефона все равно что умереть. Нашел бы, где зарядиться. Может, шифруется? В любом случае, Ольги Неверовой дома нет. Судя по местонахождению ее мобильник, она сейчас в квартире Паши Тарасова. А без нее зайти в квартиру к несовершеннолетним мы не имеем права. А может, присанем их без мамочки? Не может. Зотов нам потом весь мозг вынесет. Ладно, пойдем к Неверовой. Ну, пойдем. Родители Павла погибли в автокатастрофе семь лет назад. Год назад его из детского дома взяла Ольга Юрьевна Неверова. Оформила опекунство. Чего она так долго ждала? Ну, она пыталась уже это сделать семь лет назад, но тогда муж не дал согласия. А год назад она с ним развелась и подала заявление повторно. Значит, говорите, зашли цветочки парить? А земля сухая. А я не успела. Решила сначала полы протереть, пыль. Ага, протереть. Странно. А что же тут странного-то, а? И вот что я думаю. Все у вас в квартире чистенько, уютненько, гладенько. И только вот на кухне полы мыли в последний раз как будто при царе горохе. Ну, как же так, Ольга Юрьевна? Да что ж ты ходить вокруг да около? В чем вы меня подозреваете? Ольга Юрьевна, а где ваш подопечный Павел Тарасов? Паша? Не знаю. Может быть, дома. А может быть, на тренировке. У него с телефоном, что-то. Понятно. Вот нам бы с вашими сыновьями поговорить. Угу. Сейчас только воду вылью. Угу. А вот ведерко поставьте на место. Алексей Алексеевич, в компьютере Паши Тарасова мы обнаружили ссылки на сайты, где подробно изложены все способы изготовления взрывчатки. Значит, ты утверждаешь, что Павел пропал, и где он, ты не имеешь ни малейшего представления. Он мне не докладывает. У него своя жизнь. Угу. Ну что ж, Ольга Юрьевна, Егор! Вам обои придется проехать с нами в управление ОСА. Эксперты обнаружили в квартире его погибших родителей следы изготовления черного пороха. Судя по всему, он там ее сделал и принес в школу. Но в момент взрыва его не было в актовом зале. А я нашел отражение в окнах. Вот, видеоинженера подсобил. У нас есть фото отражения учеников, которые не попали в зону прямой видимости камер. Вот Паша Тарасов. Он что-то ищет в актовом зале. Видимо, не находит то, что искал, выходит из него. А еще чье-то лицо вызвало интерес? А вот Егор. Обрати внимание, вот момент взрыва на лице никакого эффекта неожиданности. Угу. Жалко, что мы невидимого рук. Лиза, на лице все написано. К сожалению, эти фотографии не являются доказательством. Итак, Егор, ты отказываешься сообщить нам, где находится Павел Тарасов. Я тебе... Не тебе, а вам. Вам. Не попугай, повторять ничего не буду, ясно? Не знаю понятия, не имею, где он. Хамид Парниш, а лицо как азбука Морзе. Все говорит. Мышцы левой и правой части лица несинхронные. Глаза бегают, пытаются скрыть внутреннее волнение. Алексей Алексеевич, что... Егор, у нас к вам больше нет никаких вопросов. Вы свободны. Спасибо за содействие следствия. Да, Ольгу Неверову мы задерживаем. В доме Тарасова действительно изготавливали взрывное устройство. И Неверова пыталась скрыть улики. Всего доброго. Сейчас здесь пройдет паренек, телефончиком отдай. Мобилу-то верни. Спасибо. Похоже, Егор едет в Гореловку. Там детский дом, где жил Паш Тарасов. Угу. Куда его несет? Поворот на детский дом только через 450 метров. Ладно. Пошли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Шустро чешет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза, не отставай. Ага. Ой, ой. Черт. Тихо, 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 тихо. Оп. Жива? Еще вроде. Он ушел с радара. Лиза, Игнат, что там у вас? Мы потеряли объект. Как сквозь землю провалялся. Так, ну включайте тогда георадар. Алексей Алексеевич, мы не могли всего предусмотреть. Понятно. Черт. Отключился. Так, давай ты за радаром, а я останусь здесь. Вдруг сигнал появится. Давай. Ага. О, спится нам, праведненько. Ротоподъем. Ай, Егор, это ты. Он что пришел? Может, через пару дней договаривались. На, держи подгон, Босяцкий. Лови. Пожуй. Брат. Георадар фиксирует пустоту в земле. Игнат, смотри, там какое-то свечение. Интересно, что это такое? Вход в подземный мир. Что? Давай недвижимость. Пошли. Стоять! Двигаться? Да какой там двигаться? Пашка помирает. Скорую надо, я за скорой. Бежал, он здесь, я ему еды привез брату. Он, видимо, нахлебался что-нибудь. Да тихо ты! Живой вроде. Живой. Давай, парень. Приходи в себя, давай, давай. Давай, давай. Ага. Воды дайте. Лиза. Давай, давай. Пей, 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 пей. Давай, пей, пей, пей. Давай, пей. Пей, 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 пей. Пей, 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 пей. Молодец. Давай. Это нормально. Жить будет. Ну, слава богу, будет. Лиза. Да? Глянь, что я этого нашёл. Признательная записка. На-ка, подержи. Да это не моя, это он писал. Отлично. Сейчас отправим в управление. Да я же говорю, не моя. А мы разберёмся. Давай вперёд. Я, кстати, узнал вас. Специалист-лингвист. Я организовал взрыв в школе и привёл в действие... Ну, видимо, привёл в действие взрывное устройство. Чей это почерк? Специалисты сравнили почерки. Это написал Паша Тарасов. Я почувствовал, что Пашка мутит что-то нехорошее и стал следить за каждым его шагом. Ну, я же знал, что взрыв в школе организовал он. Но когда ваши стали подозревать мать, я понял, что вы идёте совсем не в том направлении. И решил загнать его в угол и выбить из него признание. Нет, как же? Отравив его? Я собрал взрывное устройство и принёс его в школу, чтобы убить Клима. Мне хватило наглости обвинить сексуальных домогательств в женщину, которая заменила мне мать. И если бы её осудили... Паш, любой адвокат... Вы сейчас так говорите. А я знаю, в интернете читал про то, как осуждают невинных учителей. Если бы мать судили, её бы лишили опекунства. Я бы снова вернулся в детдом. Клима, ты часом не офигел? Слушай, сюда прикормыш. От Варя отвали, это моя девочка. Играйся, играйся, только помни, я слов на ветер не бросаю. Не отстанешь от Троицкой, вернёшься в детдом на казённый харч. Когда я увидел, что Варя вышла из актового зала, я уже не смог привести в действие бомбу. Спокойно. Ещё телефон потерялся. И испугался. Ведь он мог сработать каждую секунду. И ты побежал в класс. Да. Я ведь не знал, что подозрения падут на мать. Когда узнал, что Горич решил бежать, чтобы отвести от него подозрения, меня замочила совесть. И я решил, раз во всем виноват я, я и должен бежать. Рассказываю. Взрывное устройство было приведено в действие из актового зала, в котором Пашки на тот момент не было. И ты прекрасно об этом знаешь. А кто ж тогда? Ну, ты же сам сказал, что был в курсе того, что делает Пашка. Ну да, лучше бы не говорил. Мы сами всё узнали. Повторное посещение тех же сайтов, что посещал Пашка. С его компьютера. В то время, когда Пашка был на тренировках. Так разве что это преступление? Не преступление вообще? Ты выкрал мобильный телефон у Пашки, когда сидел рядом с ним в актовом зале. И поняв, что Пашка не сможет привести в действие взрывное устройство, сам взорвал класс. Докажи. А мне достаточно доказать то, что ты пытался его отравить. Ну чё, Паш, ментам похоже пофиг, что ты пропал. Мать забрали. Пойди уже, дырочки дырявят для медалей за раскрытие. Чё делать-то будем, Егор? Ну чё, Паш, козёл ты чё? Меня-то чё за нос водишь? Я всё давно про тебя знаю. Думал, сам дозреешь, сознаешься. Ладно, пиши. Чё писать-то? Ну пиши, значит, я организовал взрыв. Что-то мне плохо, Егор. Кончай придуриваться, пиши давай. Я организовал взрыв, привёл в действие взрывное устройство. Я не буду ничего писать. Я ничего не взрывал. Ты что-то подсыпал. Что? Подъём? Пиши, я тебе сказал, получишь антидот. Давай, давай. Паш, у Егора не было никакого антидота. Неужели Горыч меня так ненавидит? Наверное, он очень сильно любит свою мать и этим всё объясняется. Да уж. Можно у вас кое-что спросить? Да, конечно, Паш, спрошу. Как там Варя Троицкая? Я перед тем, как сбежать, зашёл к ней в больницу, оставил цветы, но меня к ней не впустили. Да, я знаю. Врачи говорят, что она выкарабкается. Паша, ты очень личная, но Варя написала сообщение. Она тебя любит. Ты хочешь ей ответить? Нет. И лучше ей поскорее забыть меня. Я возненавидел его, когда мы стали жить вместе. Смотреть противно, как мать сюсюкается с ним. Всё лучше ему, как же, сиротиночка. Она про меня забыла, задвинула, как будто меня вовсе нет. И ты, воспользовавшись случаем, решил избавиться от ненавистного приёмыша? Да. Вы вошли к Павлу в квартиру, обнаружили следы от взрывного устройства, и вы решили эти следы ликвидировать. Да, я должна была его защитить. Я люблю его, как родного. Лучше умереть, чем так жить. Не нужно пускаться в крайности. И Павел, и Егор сейчас нуждаются в вас, как никогда. Но им придётся ответить за то, что они совершили. Субтитры создавал DimaTorzok